Вячеслав. Можно маленький резюме скажу по поводу полного времени, если кому интересно. Наше имя это наша вибрация, это наша энергия. Фамилия, имя, отчество. Чем длиннее ваша фамилия, имя, отчество, тем больше энергии вы получаете. Когда вы обрезаете свое имя, называете имя отчество своего отца, вы потеряете энергию и силу этого. Если кому интересно. И когда вы изменяете свое имя вместо Вячеслав, говорите там Славик, Слава, that's not good. Звучение разное, коротенькое. Во-первых, длина уменьшается, и когда еще в именисе есть еще буковки такие как R, Ярослав или Славик, как она звучит, намного грубче. То есть энергия намного больше, сила энергии, которая дает тебе имя, иммунология. Кому интересно, посмотрите, очень важная штука. Я же рекомендую использовать полное имя для того, чтобы получать от него силу. А если никнейм? Это никнейм between friends, but not for a long time, потому что that doesn't help you. Все равно нужно использовать полное имя. Ну, это мое мнение. Иммунология. Когда вы представляетесь? Когда я представляюсь. Вибрация, это же наши вибрации, звуки дают нам энергию с космоса от рода. Я в разводе, еще куда делится дальше. Развод, сколько же были в отношениях? Семь лет. Семь лет. Ну, критическое, вы знаете, первые семь лет, это самое критическое первое. Если семь лет прожили, можем еще жить дальше. Какая причина, вы думаете, была вашего развода? Она влюбилась до пола человеком. Людям доволись другим не мог. Окей. Вы понимаете, что это следствие, причина глубже немного. Как вы думаете, какая причина была? Вы делали анализ? Какая причина того, что она влюбилась в другого? Люди влюбляются. Люди влюбляются. Скорее ее процессы. Люди встречаются. В большинстве. Хорошо. Запишите, пожалуйста, если у вас есть куда. Что я должен сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Друзья, обратите внимание, что… Люди влюбляются. Процессы развиты, а? Люди влюбляются. Люди встречаются, люди женятся и разводятся, да? То есть, когда… Честность наша. Вот я понимаю, что на честность, мою честность. Честность перед самим собой. Окей? Тогда мы два человека поругались. Если я кому-то рассказываю, я всегда красивый, я классный, я всегда правильно поступаю. Я всегда найду себе оправдание. А вот она или вот он, гадюка такая. Смотри, как он вот так поступил. Видишь, какой он плохой? Да? Плохой. И мы играем в игру. Все мужики – кака. Или все бабы – ту-ту. Намасте, ага. Все. Не позволяйте играть в эти игры. Окей? Будьте честны перед собой. Потому что, если я не признаю, вот как общество алкоголиков, чтобы начать процесс извлечения, я что должен сказать? Я должен сказать, что я что-то имею не так. У меня какая-то проблема. Если я не скажу сам себе, что у меня проблема, как я могу двигаться дальше? Первый процесс – начать изменяться то, что у меня есть проблема. Прав? Если я не говорю, как я буду меняться? Как вы прочитали мою мысль? Я… Как вас зовут, Марш? Нет. Не распадывай. Намасте. Окей? Поэтому это номер один. Поэтому я напоминаю, что мы делаем все анализ. Проискла ситуация. Вот есть очень хорошее правило – заводим ненечок. Нет? По уровню спорта. Девочки наверняка многие вели ненечки школьные, там мемуарчики свои, в кого влюбилась, что там Вася поднял сказал какие красивые слова, что я почувствовал, да-да-да, там всякие цветочки. Это очень классная штука. Это замечательно. Это самоанализ. Это начинается на что я делала, что не так, что так. И вот этот, вот этот пример очень рекомендую переносить на жизнь. На жизнь. Я на спорте это перенес, очень сильно работает. Анализ, самоанализ. Анализ, что я делаю так, что я делаю не так. Когда я вечером сажусь и пишу, что у меня произошло за день. Что я делаю? У меня осознанность. Осознанность. Я кручу этот фильм от сегодняшнего момента назад. Как линия жизни, да. Когда у нас какие-то проблемы, когда из детства у нас проблемы появились. И для того, чтобы эти проблемы решать, что нужно делать? По линии жизни возвращаться назад. Step by step, да, постепенно. Когда я дохожу до момента, чтобы выковырять оттуда свое подсознание. А если неприятно возвращаться назад. А если ты его не полечишь, это болезненно, но его нужно решать. Потому что она тебя точит, она никуда не уходит. Чем дольше сидит, тем глубже корни, тем больнее бьет. Ты не замечаешь фонда, бэкграунде работает. Это червячок, который упал во внутрь труди и начинает точить. Если я не признаю проблему, не значит она ушла. Самая большая проблема у флегматиков, как Сережа, например, люди, которые инсайдер, которые inside, нет, outside, internal, все внутри себя. Подавляет? Обычно это женщинам свойственно, да. Или мужчины, которые такие добрые, такие большие, они не хотят никого обидеть. Понимаешь, я лучше промолчу, но себя туда вдавлю, терпеть буду, понимаешь. Они думают, что это хорошее отношение – это терпение. Да нифига. Хорошее отношение – это откровенные, чистые отношения. Ты знаешь, что чувствует твой партнер. Ты не догадываешься, не придумаешься, а он не врет тебе. Потому что когда он спрятал туда внутрь – это он соврал тебе. Он врет, что ему хорошо. На самом деле ему хреново. Он просто не хочет это сказать или боится сказать. Причины уже разные могут быть, да. Когда у нас открытое отношение, тогда у нас нет проблем. Мы не ждем, мы не знаем, что может случиться завтра, если мы не знаем, что испытывает наш партнер. Ветер подул и сосенка упала, потому что уже подточенная. Когда трудности, тогда ревется все. Поэтому первое основание того, что все должно быть открыто, все должно обговариваться. Есть проблема – обговорили. И если мы ложимся спать, такой тип, который я подсказываю. Первое – не ложимся спать, пока мы не решили проблему. Есть проблема – мы не можем лечь спать. Вот до трех часов ночи, до утра будем сидеть, пока не решим, не ложимся спать. Why? Почему? Лег спать, тонкое тело заряжается и уходит на подсознание. Наша проблема уходит на тонкое, на подсознание. А потом все выговорить все равно придется. Может, и всю жизнь, конечно, будет. Нет, но что же, проблема? Да. А потом онкология, почки, печень и так далее. Я не знаю, в чем проблема. Как же время на обдумывание? Ну, скажешь, нечего распышь, и вроде бы я… Это другой вопрос. Это когда, прежде чем выразить свои эмоции, сделать суждение, сказать, ты сволочь такая, та-та-та, я должен остыть. Это пример для чего? Чтобы не быть в порыве эмоций, отрезав разумом пользоваться. Да. Разумом пользоваться. В этом случае мы говорим о том, что с проблемой нельзя ложиться спать. Окей. И так, замечательно. Вячеслав сказал… Вы теперь скажите, пожалуйста. То есть, вы поняли, да, на примере Вячеслава, что мы делаем анализ. Делаем анализ. В чем проблема? Когда я разберусь, пробнячок я не закончил. Вечером сажусь, пишу, что за день прошло. На завтра пишу план. День прошел. Опять. Что я сделал, что не сделал. Что было так, что было не так. Обалденно. Гальчик, я все вам говорю. Это я делю своим опытом. Больше двадцати лет семейные отношения. Было вот такое, американские годы. 지원. У-у-у... ja-ha-ha-ha.. Классно. Черное животное было, что я делюсь с вами. Анализировал, собрал бы опыт, я делюсь с тем, что у меня есть. Надеюсь, что это поможет также и вам. Используем психологию, духовные знания и мой личный опыт. Поэтому не притянусь на последнюю станцию, я просто не здесь делаю. Итак, дневничок, очень полезная штука. Окей, кто услышал, тот будет, поймёт. Расскажите на вопрос. Меня зовут Ирина. Ирслан. Очень приятно. У меня два вопроса. Окей. Первый вопрос перекликается с вопросами многих, это о том, как найти своего человека. Объясню вопрос. Дело в том, что я достаточно активная девочка по жизни. Я хочу встретить равного партнёра, чтобы не кто-то ниже, кто-то выше, чтобы финансово равного мне, ну, плюс минус. Обоюдная забота, обоюдное какое-то бережное отношение. Но многие люди боятся моей активной позиции. В частности, это перетекает во второй вопрос. Боюсь знакомиться, потому что моя активность пугает. По первой, по первой, основные ключевые слова, которые слышали, это равноправие. Да. Окей, равноправие. То есть партнёрские отношения. Я считаю, что партнёрские отношения, они склонны к тому, чтобы исключить манипуляции. Вообще, правда, разница между, вопрос, который разводите, разница между партнёрскими отношениями и отношения муж-жена. Жена за мужем. Партнёрские отношения и отношения жена за мужем. Я понимаю разницу, и я хочу жену подробнее. Я просто потом более подробно расскажу о ситуации и расскажу о ситуации. Для всего общего слышания, что я хочу сказать, что кто-то сейчас слышал. Смотрите. Девушка сказала, что она боится, что мужчины боятся вашей силы, да? Ну, я не то, что вы боюсь, я так... Они пугаются вашей силы, окей? Всё. Давайте себе на себя перекинем. Если я сильная женщина, окей? И какого мужчину я могу притянуть? Слабый. Слабый мужчина. Окей. Скажите, пожалуйста, насколько это естественно, что в отношениях самец слабее? Простите, а от чего отличается сила? И равна ли активность и сила? Скажите, пожалуйста, отлично. Скажите, пожалуйста, тогда, чтобы... Так активное или сильное? Что такое для вас сильное? И то и другое. Скажем так, сильное для меня это, когда мужчины нужны для любви нахождение, а не для какого-то решения финансовых проблем или какого-то удобства быта и так далее. То есть у меня с этим все в порядке. Мне мужчина это как, ну, очень приятный бонус и человек, с которым духовно хорошо. То есть в принципе я могу и без мужчины быть? Да. То есть у меня всё есть и самодостаточное, абсолютно полностью самодостаточное. Мужчина это просто как бы дополнительный аксессуар в моей жизни? Нет, аксессуаром я бы это не назвала. Ну, прелесть какая-то, приятность какая-то, да? Ну, если есть, то есть. Это важно. Ну, в бонусе, она как-то относится к духовной составляющей, а не к материальной и физической. А как насчёт эмоциональной? Ну, духовной, эмоциональной для меня это что-то из одной. Хорошо. А если принимать решение нужно, а кто принимает решение в семье? Я считаю, что это должен быть договорный аксессуар. Хорошо. Окей. А если вот есть капитан корабля и есть помощник, капитан говорит, курс влево, видишь, айсберг, айсберг перед нами. Капитан говорит, курс влево. Как помощник говорит, нет, задача, я думаю, лучше вправо. Что делать? Ну, вы сейчас, думаю, сравниваете семью с командой, да? Который обязательно должен быть лидером. Ну, это я вас спрашиваю. Мне кажется, что грамотный лидер выслушивает позицию другого человека и её учитывает. Как вы поступили в этом случае, когда вот есть разногласие конкретное, в чём увесистое, а один человек говорит вот в свою точку зрения, другой говорит в другую точку зрения. Как принимать решение? Я думаю, что здесь уместен, ну, не знаю, любите ли вы слово компромисс, но компромисс, скажем так, в общем, понимаем. Когда учитываются стороны, ну, и то, и те, и другие. Вырабатывается какая-то золотая сеть. И вот конкретный пример. Просто пример это, он абстрактный, но он примитив к жизни. Да, вот когда есть ситуация. Мы идём прямо на курс, на айсберг. Помощник говорит влево, капитан вправо. Как он пришёл? Я думаю, в экстремальной ситуации решение принимает тот, кто более компетентен. Окей, а, хорошо. Это не обязательно всегда один коже человек. Ага, если, да, мы сейчас говорим о том управлении кораблём. Кто более компетентен должен быть? Капитан. Да, капитан или штурман? Я не знаю. Ну да, он командует капитана. Ну, это, кстати, с мамой недавно стоили, кто главнее капитана или штурман. Я так и не поняла. Я как бывший моряк, масла пупы. Я тоже говорила, что капитан, а мама говорила, что... Окей, а, значит, друзья, смотрите, здесь ситуация... Я помню уже, помню, спасибо. А, по поводу знакомств. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что когда у нас... Хорошо, давайте пример введём. Где-то в природе. Вот мы дитя природы. Мы чем отличаемся от природы? Тем, что у нас есть разум, есть возможность выбора. Весь животный мир, он исполняет свою карму чётко. Исполняет свою карму. У них нет выбора. Они не выбирают. Лев не выбирает быть ему кроликом или быть ему львов. Он делает то, что ему записано в его программе. И возможность выбора о него дремлет в этот момент. Иначе бы, что бы тогда было? Если бы кролики хотели быть львами, львами, птичками и так далее. И где в природе вы видели, что бы вот самка, я говорю о высокоразбии, да, что бы самка руководила самцами? Это не природа. То есть даётся определённое... У нас есть отличия. Физическое, внешнее. Я напомню, да, что я использую в своих знаниях, это назначения, которые у нас... Есть три основных назначения. Основных. Это мы действуем согласно своему телу. Человек, животное, птичка. Пол. Мужчина, женщина, мужской, женский. Отличие тут есть, да? Девушки, я тут не против феминизма. Я на женщину-то-то-то ничего не говорю, что вот вы, женщины такие. Я просто хочу рассказать, что вы сами принимаете решение. Я никого вам решения не даю за вас. Я здесь для того, чтобы помочь вам. Задуматься просто на тебе. Каждый выйдет со своим ответом. Я никому ничего не навязываю. Потому что принимайте ответственность вы. Я никому не говорю, делай так, потому что если скажу тебе, делай так, у тебя потом не получится, кто будет виноват? Вот он, не надо карму брать лишнюю. Не надо, у меня своих вот так хватает. Свои отработать надо ещё. Я даю вам возможность задуматься и принять решение самостоятельно. О чем предлагаю задуматься? О том, что смотрите, мы часть природы. И пример правильного выполнения своих кормительных назначений есть весь окружающий мир вокруг нас. Когда они чётко делают то, что им положено делать. И не переворачивай. Везде самец есть лидер. Самка выполняет свои обязанности, мужской тип свои обязанности. Для этого природа дала им определённые особенности. Да? Я так знал, что об этом сказке, который... Ням-ням-ням, да. И скатом, да? Ну, знаете, да, вот ленщины многие так и делают. Ням-ням-ням, образно говоря, да? То есть нам дано отличие. И мы должны его использовать. Мы действуем в нашем исполнении обязанностей. Наше назначение здесь, в этом теле определяется по трём направляющим основные. Это, смотрите, как я сказал, своё тело, тело и пол. Второе, кармическое назначение. Кармическое – это вот кем я должен, какую роль должен я играть. Мы вообще весь большой театр. Вы знаете, вот если привязаны до седьмого колена, мы все повязаны. Мы, как большая, я говорю, как моё понимание, что мы большая труппа, которая играет разные роли. Сегодня ты мама, там я папа, завтра ты папа, я дочка или там сынок и так далее, бабушка, дедушка. Мы играем разные роли, чтобы научиться разным опытом, получить наш опыт разный. Да? И если мы прошли эту роль успешно, мы переходим на следующий этап. Может повезёт, может быть, я так прошёл, что я вообще избавлюсь от этого театра, и от материальных привязок, материальных тел, иду в духовный мир. Может быть, и так, зависит от того, как я буду это делать. Это же учительный вопрос? Нет, это электрический вопрос. Нет, это не электрический вопрос. Да, кем вы не спрашиваете? Окей. И поэтому мы должны действовать в соответствии с этими тремя направлениями. Так, тело, тело, моё тело, женское, мужское, мои кармические назначения, и развить всеобщую любовь, безусловную любовь. Любовь, почему любовь? Потому что любовь – это самая сильная энергия, самая сильная энергия, которая решает все образы. Почему во всех Священных Писаниях говорится «возлюби врага своего, ближнего своего»? Сказал, глупость какая, да, вот он пришёл тут у меня с мечом, топором, я должен возлюбить его, за что? Да потому что во всём есть Божественное. А Божественное – это любовь. И тебе дан этот человек для того, чтобы получить опыт. Это когда возвращаемся, там, такие, у меня муж, жена, там, родители, соседи, встречающие ночью в отбойном молотком, не дающие мне спать. Для чего мне это дано? Это как бы основа просто, чтобы задуматься. Я пока не буду вас селеногружателем. Сейчас мы по технике будем проходиться. Я сейчас вас подготавливаю, потом дам чёткую вам технику. Я вас настраиваю, да, чтобы потом то, что я вам дам технику, вы уже, оно легло, так уже, на подготовленное пространство. Окей? Итак, значит, то есть, что я хочу донести до вас, в связи с тем, что рассказал о Матаже, что мы должны действовать, мы успешно будем тогда в отношениях, когда мы действуем в соответствии вот с этими тремя назначениями. Самое первое, базовое – это моё тело и мой пол. Господь или судьба, Вселенная, как Курэва и Колды, нам дано не просто так, дано нам определённые особенности, начиная с ментального, психического, эмоционального. Напомню, вы знаете, женские эмоции в 8 раз сильнее, чем мужские. Женщина с ловарный запас в 4 раза больше, чем мужчин дневной. Женщина многоканальная, как я говорю, вы как спрей-аут, как душ, который нежно, тепло рассвеивается. Мужчина – бронебойная струя пожарного, пожарников. Окей, поэтому, и как вы помните, почему мужчины достигают больше результатов во всей деятельности, казалось бы, даже самой женской. Да, возьми там дизайнер, художник, не знаю, чувства, да, все вы чувства, это вы, приоритет, это ваше. Но почему мы достигаем, мы мужики, у нас чувства не такие, как у вас, мы достигаем больше результатов, чем вы. Мы тоже как-то спорно, потому что зачастую там такие мужчины, знаете, вот цикарные такие, они, верно, что мы не зовем мужчины. Ну, тем не менее, все равно у них, согласен, да, есть такое тоже, это связано с модельерами и так далее, но тем не менее, мозг их все равно остается мужской. И особенность его в том, что мужчина, мы знаете, он оканальный, мы одноканальный, то есть мы подзорная труба, вот, как я сказал, да, мы только видим одну точку. Поэтому мы концентрируемся на чем-то одном, и мы не можем не видеть ничего. Мы концентрируемся, и мы достигаем максимума результата. Женщина распыляется. Вы делаете все по чуть-чуть, отсюда и особенности, отсюда и ваши особенности в отношениях в семье. Почему женщине неблагоприятно воздействовать с внешним миром? Потому что когда вы там получили негатив, вы же на эмоциях живете, ведущая модальность вашего восприятия мира – это эмоции женские. У нас результат. Вы во внешнем мире поработали, получили эмоции негативные, приносите их куда? Домой. А как же иначе? Мужчина по-другому. Пришел, китель снял, жена обняла, поцеловала, все, я уже здесь. Ей только нужно переключить правильно его. Задать ему силу, потому что ты уже дома, ты уже не на войне, ты уже нет, все, ты уже дома. Здесь тепло, безопасно. Вот мое царство, государство. Мы, мужчины, в гостях ваших в доме. В доме, когда мы приходим к жене, мы в гостях там. Этот мир неопознанный для нас. Мы не знаем, где кто лежит, где крупа, где изюм, где каша, где там белье. Она ноздрищит. Она ноздрищит. Я с этим не занимаюсь, как я могу знать. Мне это не нужно, слава богу. Жена говорит, все тебе, вот тебе тапочки, вот тебе рубашка, все она ест. Вот тут изюм лежит, вот тут сухофрукты, какие проблемы. Когда мы ведем женщину свою во внешний мир, там мы, хозяева, а она в гостях. Поэтому мы ее защищаем. Мы ей показываем прелестью, прекрасную силу, вот здесь, вот, 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 пойдем, дорогая, тяна, вот, как мы ее краски покатаем, чтобы не упала. Потому что мы выполняем свои обязанности по сравнению с нашим назначением. Если же женщина будет выполнять мужские обязанности, работа во внешнем мире, она придет домой, такая она, она эмоции, она эмоции принесла здесь. И она в результате не здесь и не там. Она здесь физически, дома, но голова там, мысли, где меня там обидели, там Машка там сказала, что у меня платье красивое, а сама он ходит дура, как он там, секонд-хенди. Все. И она говорит, что она красиво одевается. Посмотри на меня, у меня хоть оригинальное. И с этими эмоциями женщины так живут. Она здесь находится, но она не может быть полностью отдать себя здесь и сейчас. Мужчина это может сделать. Поэтому мы созданы, наши просто особенности такие. Поэтому мужчина пришел домой, он может расслабиться. Жене только нужно его зарядить своей энергией. Как я говорю, что есть трактор, есть заправщик. Женщина, вы заправляете топливо. Мы форма, вы содержание. Почему мужчины не помнят события в деталях, вот когда признавался в любви. Вот они помнят, что когда-то было, вот какой день, я даже минута помню, какая была, как солнышко светило там, или погода, не погода была. В чем я одет, на все помню. А он, ну что, ну что, было, признался, и ну что, должен держать, что ли. У меня же reset, the computer resetting, I don't remember anything. У нас как это, оперативная память, есть компьютер перегрузили, уже все очистилось. Мы ничего не помним, все. Вы наполняете содержанием, а мы только форма. Мы форма, опять же, почему так, потому что это особенность ваша. Вы воспринимаете мир через чувства. Мы через мозг. Еще пример приведу простой. Нужно купить дом. Окей. Мы купить дом. Жена говорит, надо дом, чтобы было, где семью воспитывать. И мужик будет пахать сутками, работать, приходить, какие-то трудности, чтобы добиться, вот он будет пахать сутками, чтобы был дом. Все, дом сделали. И это заняло там 5 лет. И когда она уже видит этот дом, она уже недовольна, что этот дом уже начали строить. Потому что я тебя не вижу, я мужа не вижу, я не чувствую каких-то прелестей, отношений. У нас потерялись чувства, отношения. Ты мне слова не обнимаешь, ты мне не говоришь, ты не говоришь мне приятности, мы не ходим гулять. Слушай, я же надо дом сделать. Я же сейчас работаю. У мужчины цель. Цель добиться этого. Вот все. Он сконцентрировался на все это. Польше всего его уже нет. Это все побочное, второстепенное. А для вас, женщин, что надо? Сам процесс. Процесс. Как это происходит? Как мы этот дом строили? Я хочу, я получу удовольствие от того, что я буду делать, через чувства, как было классно, как мы с тобой вместе ходили, выбирали обои, как мы рисовали, какой у нас будет палисадник, какое дерево посадим, какая лавочка будет. Вот что остается у вас, у женщин. И все почему? Потому что у вас есть такие особенности. Вот в чем дело. И поэтому я к чему призываю еще раз, что мы должны использовать, самое важное, база-баз, используем то, что мне дала природа. По максимуму. Не пытайся делать рокировку. Если я королева, будь королевой. Это такое почетное место. Тебе не надо беспокоиться ни о чем, то, что еще против твоей природы. Не надо гаркаться, кусаться, с кем-то драться, с кем-то биться. с кем-то биться. Это не есть твое натуральное состояние природное. Будь за спиной. Будь за спиной короля. Намного уютнее, безопаснее, и ты можешь им управлять. Как я говорил, пример америкосов этих, материалистических, которые, тем не менее, сохранили какие-то правильные понимания того, что ни президента, ни сенатора, они не выбирают, если у него нет семейных отношений хороших. Они понимают, что он не сможет быть продуктивным, если у него проблемы в семейных отношениях. Жена его не будет заправлять той энергией, которая нужна, если у него проблемы в отношениях. Он не сможет концентрироваться на работе, мужчина только одно делает. Это вы распыляетесь там и там, я тут и тут, я везде, я везде. Я и маникюрчик, я там готовлю кушать, я по телефону там, и ребеночка держу там, это все у меня классно. Я все успеваю там 10 дел, зараза делать прямо. Мы не можем это делать, мы слабаки полнейшие. Вообще, женщины, вы намного сильнее, вы больше будет особо в жизни, чем мы. Мы только защита, вот эти вот, эти первые три чакры. Вот так. Окей? Поэтому, всему, чему это все говорю, вы это все знаете. Я просто вам напоминаю, что если мы выполняем свои обязанности, то есть нашим телом, первое, хотя базовое, тогда мы будем максимально успешны. Если мы будем пытаться одеть чужой костюм на себя, потому что мне вот сейчас хочет, или так модно, или так положено, или потому что я вырос в такой семье, где мама была вот такая, вот руководитель, ну, как бы я и ничего, так и жену такую ищу, которая у меня вот такая вот, я уже привык к этому. То есть вы помните, то, чего у нас не хватало, это то, чем мы строим свою жизнь. Но для этого у меня есть мозг и мой разум, что я понимаю, что я же должен посмотреть, какое, как оно должно быть. И сравниваю, что должно быть, и что я имею. А имею, надо набрать, чтобы что-то было сильное. Тогда я развиваюсь, потому что я пришел для чего? Для развития. Я здесь для развития, а не для наслаждения. Ну, мы в основном живем, что через чувства, да, от ума. Мой беспокойный ум хочет наслаждаться. Я наслаждаюсь. Классно, супер. И плыву по чувствам. И куда мне чувства заносят? Чувственное наслаждение. Разум при этом отключается. И мы попадаем таким образом. Куда? Когда мы выбираем себе партнера? С чувственных наслаждений. Вот он мне нравится, вот она мне такая классная, такая фигура, такая милая, такая нежная, так улыбается, губки такие, та-та-та, и все остальное. Прочее. Супер, найс, все, классная девчонка. Я с ней, я влюбился, все, ребята, я женюсь завтра. Вот такая классная девчонка, очень здорово, замечательно. Ну, и мы упали в чувство наслаждения. Это мы плавно подходим уже к тому, что я сейчас говорю о том, как мы сейчас, что делаем. Окей? И что получается? Сейчас закончим. И что получается у нас? То есть, когда мы начинаем не с той стороны строить отношения, мы попадаем в неожидаемый результат для нас. в общем-то, нажидаемый. Когда мы на чувство строим, мы попадаем, чувство заканчивается, мы все чувства знаем, проходим три стадии. Насыщение, присыщение, отвращение. Все, самое вкусное, самое классное, самая любимая игрушка, самая красивая женщина или мужчина, рано или поздно, если мы имеем внешнее, именно внешнее, рано или поздно приходит к этой стадии, вот врачи, у нас уже не такая красивая, уже не такой классный, как он был раньше, понимаешь, все меняется, тело наше меняется, да? Все это меняется, что остается? Содержание. Вот это здесь. Вспомните, кто-то может видел вас, бабушки, дедушки, старенькие, кого-то может повезло, в Америке очень много таких стадий, у нас, к сожалению, много меньше, которые ходят,